Новые айфоны уже в продаже, ну не считая, конечно же, модели XR, самой доступной версии, по мнению Тима. А это значит, что надо по полной проверить новоиспеченные яблочки на вшивость. Ведь во время презентации Тим нам всем заявил, что у новых смартфонов чуть ли не бронебойное стекло, которое хрен сломаешь. Вызов был принят, и принят он с удовольствием. Компания Square Trade провела тест на прочность iPhone XS и XS Max. В одном из тестов оба смартфона ронялись высоты 182 см на переднюю и заднюю крышки. В первом случае оба смартфона получили серьезные повреждения. При падении же на переднюю панель стекло XS практически полностью разбилось к чертям собачьим, тогда как у XS Max оно покрылось трещинами, но очень заметными. В результате специалисты заявили, что оба смартфона очень уязвимы к ударам, особенно к падениям. На этом челлендж не закончился, обе модели тестировали на упругость, эти тесты они также провалили. Телефоны поместили в деревянный ящик и стали его крутить одну минуту. Тимофоны бились о стены ящика и в итоге тоже получили немалые повреждения. Но тут справедливости ради нужно сказать, что практически все смартфоны со стеклянным корпусом не выдержали бы такой центрифуги. Но если яблочки провалили тесты на прочность, то вот в одном тесте они сумели таки себя показать. Ребята из Square Trade погрузили айфоны в колбу, которую залили 38 банками пива. И на изумление новые сорты яблок пережили это испытание. Они и вправду оказались пиво-непроницаемыми. Но проблемы у новых айфон на этом не заканчиваются, а наоборот только-только начинаются. Еще одна беда, затронувшая новые флагманы от Apple, связана с отображением черного цвета на минимальной яркости. Пользователи сравнили картинку с обычным X, и на XS черный цвет выглядит ужасно красно. При этом, как сообщается на Reddit, на обоих устройствах выключены True Tone, ночной режим и автояркость. В комментариях пользователи предположили, что проблема может быть связана с новым принципом работы цветовой схемы в iOS 12, а также с тем, что проблемные экраны могут быть произведены LG, а не Samsung. Поскольку теперь LG производит некоторую долю OLED-дисплеев iPhone. Теперь же перейдем наверняка к самой большой проблеме новых устройств. Пользователи, которые получили свои Apple iPhone XS и iPhone XS Max в эти выходные, сообщили о плохом приеме сотовой сети и Wi-Fi приеме, а также о заметно снизившейся скорости по сравнению с предыдущими моделями. Множество сообщений появилось на форуме поддержки Apple в форумах Macromers и Reddit. Удивительно, что устройство, которое должно работать быстрее по сравнению с iPhone X, демонстрирует обратный результат. И это несмотря на дополнительную антенну, которую эксперты обнаружили в нижней части смартфона. Пользователи ждут программного решения проблемы, но еще ранее специалисты провели собственные замеры и пришли к аналогичным результатам. Но при всех этих проблемах мы, к счастью, не слышали о случаях с проблемами безопасности смартфонов. Биометрические датчики Face ID работают на ура и без всяких погрешностей. Вообще, тема биометрии за последние 15 лет сумела интегрироваться во многие отрасли. Будь то умные девайсы, автомобили и даже банки. К примеру, в России очень органично и своевременно вписался в тему Росбанк, где с 1 июля запущен сервис по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ. А именно фото лица и запись голоса в единую биометрическую систему, именуемую ключ Ростелеком. По сути, это цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его биометрическим характеристикам. Сам сбор и передача биометрических данных для граждан совершенно бесплатны. Основные плюсы единой биометрической системы – это простота и удобство дистанционного получения множества банковских услуг, не выходя из дома. И что самое главное – защищенность всех цифровых операций от мошенничества. Клиент сможет удаленно открывать счета, осуществлять переводы по ним, получать кредиты в банках и многое другое. Уже 62 отделения Росбанка по всей России готовы принять и направить биометрические данные клиентов в единую биометрическую систему. Подробнее об услуге биометрия вы можете узнать по ссылке в описании, а мы продолжим. Посмотрим, что же есть нового в мире роботов. Компания Ghost Robotics создала четырехногого робота, который отличается большой точностью и аккуратностью движений. Он способен мгновенно адаптироваться к поверхности и даже лазать по заборам и открывать двери. Ну, последним наших подписчиков давно уже не удивишь. Устройство получилось размером со среднюю собаку, и управлять им можно с помощью специального джойстика. Планируется, что в недалеком будущем робота начнут производить массово, и любой сможет купить его за небольшую плату и почувствовать себя владельцем домашнего Терминатора. Устройство получило забавное имя Ghost Mini Tower. И за внешней простотой в его конструкции скрывается множество очень любопытных находок. Самое главное инноваторское решение, к которому пришли конструкторы, ноги робота напрямую присоединены к его моторам. При этом осуществлена обратная связь, и это позволило сделать движения мини-тавра чрезвычайно точными и выверенными. В других шагающих роботах используются различные амортизаторы, которые снижают нагрузку на конечности. Самое запоминающееся, на что способен робот, — лазание по сетчатому забору. Но на самом деле более удивительна его способность преодолевать препятствия в целом. Робот может прыгать на полуметровую высоту и бегать с немалой скоростью 2 метра в секунду. А мы погнали дальше. Коль Илон вернулся из застоя, как всегда начались на него нападки со стороны акционеров Тесла. Ну, что он менеджер так себе, и машины продаются плохо. Наш железный человек решил одним ударом поставить всех на место и показал, на что способна даже самая бюджетная модель. Илон намерен повысить продажи при помощи мгновенной доставки. Так что с увеличением количества владельцев вопроса безопасности автомобиля становится острее. Национальное управление безопасности движения на трассах США провело краш-тесты Тесла Модел 3 и оценило ее степень защиты водителя и пассажиров при авариях. Ну что, друзья, вы готовы увидеть, как эта малышка будет отражать удары? Тогда поехали! На фронтальном краш-тесте автомобиль врезался в крепкую стену на скорости 56 км в час. Сила удара была эквивалентна любому столкновению с автомобилем, движущимся навстречу на той же скорости. Безопасность Тесла Модел 3 была оценена в 5 баллов. Подушки и ремни хорошо защитили манекены от травм головы, шеи, грудной клетки и ног. Боковой краш-тест имитировал ситуацию, когда в бок стоящей Тесла Модел 3 врезался другой автомобиль, движущийся на скорости 62 км в час. В качестве второго авто министерство использовало тележку весом 1367 кг с передником из разрушаемого материала. В этом тесте Тесла Модел 3 получила те же 5 баллов, манекены остались невредимыми. Угловой краш-тест показал, что происходит с автомобилем при столкновении со столбом или деревом под углом 75 градусов на скорости 32 км в час. Даже в этом случае Тесла Модел 3 получила высшую оценку. Система безопасности отлично защитила манекены. Считается, что дополнительную безопасность автомобилю придает отсутствие двигателя внутреннего сгорания и расположение тяжелого аккумулятора на дне кузова. У капота без двигателя увеличена зона запланированного смятия при авариях, она значительно смягчает удар. А массивный аккумулятор снизу не дает автомобилю перевернуться. Но что скажете вы, если мы вам сообщим, что несмотря на нашу любовь к Илону и все краш-тесты Тесла, мы все-таки нашли то неубиваемое средство передвижения, которое не только само ездит, но и делает это с проворностью червя. Несмотря на свои мегагабариты. Компания Sandvik устроила настоящее испытание и заставила многотонный грузовик проехать сквозь лабиринт из стекла. На впечатляющем видео 11-метровый 38-тонный подземный погрузчик Sandvik самостоятельно движется по лабиринту из стекла. И хотя стеклянные перегородки сильно отличаются от настоящих стен горной выработки, во избежание столкновения с которыми разработаны лазерные датчики погрузчика, он прекрасно ориентируется в хрупком лабиринте, уверенно продвигаясь по узким проходам. Даже в кромешной тьме! Для большей реалистичности происходящего в конце ролика президент Sandvik Björn Rosengren садится в кабину и разрушает стеклянные конструкции. Интеллектуальная система планирует и регистрирует маршрут с помощью нескольких лазеров. Благодаря запатентованным компанией Sandvik алгоритмам, использующим показания датчиков и гироскопов, погрузчик точно знает, куда нужно двигаться под землей, где GPS бессилен. И на этом мы и заканчиваем сегодняшний выпуск. Подписывайтесь на канал, потому что все самое крутое только на Кик-обзоре!